Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Яна Федорова и сегодня в этом видео я вам расскажу не про глоксинии, а про другие цветы, про лилии и как их размножать чешуйками. Вот такой интересный способ у нас будет, очень экономный и эффективный. Вот такую лилию я приобрела в магазине, называется Triumfator White и я сегодня ее луковицу размножу чешуйками. Вот ее луковица. Луковица не очень хорошего качества, она небольшая и уже такая потрепанная. Сейчас начало марта, 6 марта и появились продажи луковиц разных лилий. Можно купить на распродаже, эти луковицы уже буквально за бесценок, разные остатки. Одна из таких мне досталась. Берем просто, отламываем чешуйки. Не отрезаем, а именно отламываем. Чешуек много, несмотря на то, что эта луковица маленькая, у нее довольно много чешуек, а у больших луковиц и подавно много чешуек. Ничего страшного, если у вас что-то обломится, надломится. Все получится. Я делаю это первый раз. Мне просто подсказали такой интересный экономный способ размножать лилии чешуйками. Поэтому я хочу как бы проверить эту информацию и заодно поделиться с вами, что у меня получилось. Такой некоторый эксперимент. Но я думаю, что получится. Все будет хорошо. Чешуйки и маленькие, и большие у нее есть. Все пойдут. Вот сколько много чешуек. На каждой чешуйке образуется одна, две, три, четыре маленьких луковичек. Вот это мы пока оставим. Это нам не понадобится. Представляете, сколько можно материала приготовить? Вот они чешуйки. Теперь я их буду помещать вот такой мох с фагнумом. Это сухой мох. Мох с фагнумом, но он живой. Я его купила в магазине. Вот такой кусочек обойдется примерно 20 рублей. Можно и в лесу нарвать летом, заготовить, засушить для себя, для своих нужд. Я потом впоследствии сниму видео еще о том, как я использую мох с фагнумом в разведении своих глоксини. Он тоже помогает мне разводить и выращивать мои глоксини, так как он обладает бактерицидными свойствами и структура у него такая, что он облегчает почву. Смотрите позже. Вот я его так разворошу и нужно его увлажнить, чтобы он впитал воду. Мох я увлажню не сильно, так немножко. Потом можно будет через день-два проверить и посмотреть, насколько он впитал воду. Может быть даже еще немножко увлажнить. Ну еще требуется. Смотрите, чтоб не было слишком, но и чтоб не было мало. Должен быть не мокрый, а только влажный. Даже еще нужно, он достаточно сильно впитывает влагу. Вот теперь получше. Теперь эти чешуйки мы все поместим в этот мох. И они будут у нас в нем лежать и укореняться. Этот процесс будет проходить достаточно быстро, поэтому каждую недельку заглядывайте, смотрите, что происходит. Вот так примерно немножко их как бы поместить в этот мох. И теперь в зип-пакет мы поместим это все аккуратненько. аккуратненько, захватывая как бы мху. все это помещается. Я поставлю это на свет и буду следить, что же там у нас проста. Это как у меня любопытство прям зашкаливает. Такой интересный способ мне рассказали. Вот кто торгует лилиями, это такое благодарное занятие продавать и цветы, и клубни, посадочный материал лилии. И вот очень хороший, дешевый, такой массовый способ размножения лилии. Представляете, сколько у вас получится материала. Вот все проще простого. Закрываем его герметично и оставляем так на полочке. Ну а что будет происходить дальше, я вам покажу. Так, а дальше еще у нас осталась серединка. Вот это вот. Мне просто как-то жалко ее выбросить, но попробую я ее посадить. Посмотрим, что из этого получится. Может быть, она все-таки начнет как-нибудь расти. Проведу и такой эксперимент. У кого получалось что-нибудь подобное, пожалуйста, пишите в комментариях, что у вас получилось или не получилось. Все это очень интересно мне узнать. И другим людям тоже будет интересно узнать ваш опыт. Сейчас начало марта. И я думаю, что при таком способе размножения чешуйками, где-то к августу-сентябрю у нас получатся небольшие луковички. Ну все это я, конечно, сниму и вам обязательно покажу. Так что следите за видео потом, как это все у нас будет происходить. Полью. Ну вот и все. Наша серединка тоже посажена. И вот так я все это оставлю на полочках на ярком свете. Если вам понравилось, дорогие друзья, то ставьте лайки, как обычно, и подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok